всем привет это мне теперь любимая банка просто загляденье ребят видео такое обзорная все да ни о чем пока такого контента познавательного каком там технического пока что я ничего такого нет мыслях а есть но мысли вслух они есть мысли вслух но красота еще будут красного него на вот такую толпу бы получить за два нереста да здесь по-моему два выводка это вот аквариум получается 60 на 35 и глубина его 80 он торцом стоит два такие вот ничего не боятся следующее я думаю надо будет папой мамы надо где-то другую кровь еще взять под разбавить чутка все-таки уже полтора года я этого не делал поэтому надо дно следующем году так ребят ну что еще из новостей был негатив был позитив негатив а негатив такой что опираться на этих товарищей которые занимаются отоплением живых домов это очень рискованно особенного касаемо рыбы короче тут такое было в декабре что это просто лютый лютый какой-то я не знаю кретинизм вот я вам так даже сегодня взять стояки еле теплый воздух спускали короче все что только не делали весь дом ходит по флисовых костюмах дома практически короче какой из этого я сделал вывод вот здесь будет теплый пол и вот здесь будет теплый пол а это я аквариум сам склеил впервые свои жизни он не потек швы конечно безобразные рыбу не видно но я пересдел положил руку на 1 сердце а следующая и такого уже такой порнографии я уже не буду запускать я купил скотч малярный в общем будет поаккуратнее но хотя бы он не побежал у меня то есть уже уже здорово так короче говоря теплый пол все ребят это это и с экономической точки зрения это и независимо от этих вот такой вот слова вот на языке по вас формируются не не эфирные короче говоря и чтобы не зависит от этих вот товарищей там наказали на т.с. кочегарках и прочих да все будет теплый пол потом когда я запущу вот эти вот ярусы до рыбу эту учите банки освободим банки я сниму и суда тоже теплый пол потом судой теплый пол пойдет в коридор сам поскольку здесь вообще вода падал до плюс 18 ну как бы это не дело вообще не дело вот и инкубатором потом все инкубаторы также пойдут по теплый пол ну и также вот эту часть стеллажа здесь нерестовики будут по скалярию и ромерезок микрогеофагусов ромерезок николаев санкт-петербурга аквамания привет привет мне тоже уши когда это давать инстаграммами таки вот судой короче говорят тоже теплый пол ну а это наверное я пока оставлю посмотрим тягать их конечно меня пока на это дело вообще не стоит а там поглядим поглядим так это из негатива из позитива разобрали почти всю рыбу просто смели все чертям и это хорошо помогло купить вот это вот стекла да вот это грубо говоря 15 аквариумов по 150 там литров по 160 каждый и коммуникация там сидела ну и что еще и задел задел какой-то там остался то есть там еще можно будет что-то по кумиры это боялка фред коха они маленькие но уже начинает он синевой блястеть обалденная рыба блин ё-моё я только в том году узнал классно еще когда на нее солнечный свет падает чего в моем подвале это полностью нету но она классная правда я папа же я буду еще раз я им надо в общем короче им надо еще температуру тупую ну где-то 26 милиции речки вот тогда они начинали работать на поскольку тут дубак был то это вот то что я смог сделать еще по моему сентябре то все бабия лето дал все дела то есть после этого я уже садил там 23 вода 22 23 все они ни в какую вот красный неон красный неон это вот по моему третий да это здесь третий нерест потом был 4 5 они все сдохли что дали дуба отопление дали в доме ближе к середине ноября на дальнем востоке ребят но это вообще это какой-то кошмар и далее вот так далее еле-еле теплые то есть ну дом надо наверно прогреть а потом там уже до регулировать они очень и не заморозили а потом там чуть-чуть дали так чтобы чтобы не замыть чтобы не перемерзла и нормуль да у меня он соседка в офисовом костюме ходит и в нас кашель стены так что еще ну немного торнеции получалось очень даже немного почему как бы так то визуально смотрю я как бы и много но если учесть что я садил 19 нерестовиков то это вообще ни о чем но опять же потому что вода холодно торнеция такой там плюс 22 ее вытащить на нерест довольно прибыли проблематично даже если это случается следующая проблема наступает что формирование эмбриона в икре я так понимаю идет не правильным периодом то бишь икра личинка вылуплять не через сутки а там чуть ли не через двое суток и такой холодной воде соответственно потом эти вот гербунцы эти вот плавунцы эти вот камбалы вот по дну ползающие да и это все от холодной воды соответственно чтобы этого не было это надо чтобы в нерестовиках была температура ну хотя бы там 24 градуса но не 22 не 21 лучше 25 26 вот поэтому теплый пол ребят первым делом встает сюда то есть нерестовая зона вся стоит на теплый пол получается потому что ну это просто это без 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 вот этого вот этого все она принципе нахрен не нужно поэтому вот борьба с последствиями да она бестолковая нужно решать источник проблемы с ним разбираться находить его а вот источник проблемы именно здесь то что здесь происходит нерест холодной воде получается я трачу производителей я трачу вас на строчке выходит потеряю время в итоге вот вот эти вот от вас и да вот эти 19 штук сажусь в интернете все в интернете а сливая отсюда ну вообще ни о чем на фоне вот этого масштаба и там просто процентов 10 наверное 20 в каждую от вас поставить грелку но 19 грелок ну это еще этих сетевиков да капуста полный алис будет просто купить купить 20 грубо говоря обогреватели там да он там даже с китая это тысячу их они по 500 рублей 10000 только на обогреватели да нахуй а не нужно берем теплый пол до два этих пульта один на нижний ряд и один на эти средний и верхний ряд грубо говоря мы даже если можно там три пульта взять да вот если вверху будет ну короче говоря маневр есть ну ребят мы совершенно другие затраты и также на отопление ну что там это грелка 25 ватт а теплый пол по моему там по этой площади в два раза меньше будет потреблять тоже кстати интересно и финансовой точки зрения короче говоря вот такие вот планы ближайшие очень срочно очень надо на рыба не работает рыба не работает так что еще а о таки я вернулся наверным сама ну конечно не как в бывалые лучшие годы но тем не менее досталось меня от товарища моего хорошего он покинул наш регион на пмж он не вернул и не вернул каши презентовал он 397 да ничего особенного и 181 звездочек звездочки папа текает как махом а вот и другой товарищ мне его досталось а вот 34 и там по-моему так понимаю 400 извините 401 пока я сюда закинул короче все самцы так что осталось дело за баллы успех гарантирован все все самцы я ну там то там топорный там вы там 397 уже даже икра но он ее выбросил вот и 181 тут и вот этого деваха деваха но виду животяра такой не то он хлопец вот там ушел туда вот так что сначала положено ну честно говоря конечно я не буду я как в те годы заводить дорогих этих номерников не до этого мне ребята но так по ходовой чем черт не шутят чай пускай будет аж залипая на него хочу такие новости фильтра все нормально трудится трудится все хорошо запустился за него у меня уже голова чуть-чуть не болит сколько он уже три месяца до сентября октябрь ноябрь декабрь 24 месяца трудится никаких забот никаких хлопот изрезка я прочищаю плейту зубной щеткой и там проволокой это очень редко ты бишь по времени он ничего не занимает на свое обслуживание в отличие от того и схемы которые мне раньше было да вот эти вот орошайки вот здесь вот эти мне орошайки они не давали не давали вернее отключать особливо когда вот такая вот плотность посадки то это все вот ну и что еще ну и все то есть по плану январь за мотое тело стилы вот это вот или я русы я русы когда была холодная но все-таки какая-то рыба но растет все и я буду их уже рассаживать как положено и замоторить вот этот ярус потому что скалярии уже в этом колхозе уже не рестятся вообще вовсю надо их садить на нерест отдельно пока они еще рабочие так что так что пожелайте мне удачи ребят пошел я дальше барбусов наловить вон они тараканы эти и поеду я домой уже поздно по местному уже восемь вечера мне сюда мой все что хотел он пока рассказал не буду обещать скорых видео а то как пообещаю так точно через пол через полгода дойдут руки у меня все какие-то что-то друг вопросы ребят пишите по мере возможности буду вам отвечать ну и все и все всем чем чем всем успехов в их делах соступающим новым годом настроение конечно такое не особливо новогодние это мое лично вот малом хороших праздников не скучать чтобы все у вас было как вы задумываете и целеустремленности ребят вот это то свойство которое очень сильно способствует успеху жизни именно целеустремленность не баранье упрямство а именно вот целеустремленность ну все ребят пока пошел я дальше рыбалкой заниматься до новых встреч